Автоземник Нарин Марусинск открыт для движения. Об этом заявили в централизованном строе заказчики. Накануне временную трассу оценила приемочная комиссия. В целом, состоянием дороги специалисты остались довольны. Впрочем, главный вопрос сейчас – что с переправой в районе села Усть-Уса? Она по-прежнему остается закрытой. Всему виной тонкий лед. Однако, несмотря на это, многие жители Неницкого округа уже сегодня готовы отправиться на Большую землю. Чем может закончиться рискованное путешествие на личном автомобиле и что говорят в подрядной компании, расскажет Олег Атанзейский. А в начале – о зимней дороге Нарин Марусинск. На главном автоземнике региона идут последние приготовления перед сдачей дороги в эксплуатацию. Пока светло, специалисты подрядной компании доустанавливают так называемые вешки, деревянные указатели со светоотражающими элементами, которые помогут автолюбителям в темное время суток или, например, при низкой видимости, не сбиться с пути. Изначально сейчас берем 6 метров, потому что еще продольники будут убираться, их сносить будут поближе чуть-чуть. Так 50 метров от вешки до вешки. На спусках и трудных подъемах, поворотах и переправах вешки буквально через каждые 5 метров. Дорожники это сделали осознанно, ведь такие участки крайне опасные. 20-й километр автоземника со стороны Нарин Мара на водозаборе – очередь из Камаза. В проливке Тундры – один из важнейших и основных этапов при строительстве ледовой трассы. Здесь важно, чтобы градус был ниже, иначе дорожное полотно получится неровным. Впрочем, на погоду водители не жалуются. Говорят, мороз словно по заказу. Вот сейчас хорошая погода, вот она нормально льется и дорога хорошая становится. А до этого очень мешала теплая погода. В две смены проходит проливка. Я приезжаю, у меня напарник садится и уже выезжает. С утра приезжает, я сажусь и уезжаю. Машина вообще не останавливается. Одной такой машины в цистерне 10 кубометров хватает на 500-600 метров дороги, не больше. Сложно представить, сколько воды уже израсходовано. Многим может показаться, что работа тракториста не бей лежачего. Сидишь себе в теплой кабине и нажимаешь на педали. Но здесь, в условиях заполярья, все иначе. Юрию сегодня нужно прогитарить, так называют, утрамбовку дорожного полотна 30 километров. Это при том, что средняя скорость движения всего 5 километров в час, а вокруг только тундра и больше ничего. Как дела на зимнике? Так, помаленьку. Мужчина признается, скучать не дают проезжающие мимо автомобиля. Официально зимник открыли только сегодня. Впрочем, местные водители эксплуатируют его уже несколько дней, ведь состояние дороги это позволяет. Качеством временной трассы члены приемочной комиссии в целом остались довольны. Но без замечаний, конечно, не обошлось. Одно из основных. В некоторых местах необходимо увеличить ширину проезжей части. По проекту это как минимум 6 метров. Во-вторых, нужно продолжать проливку, выравнивать, потому что в некоторых местах полотно напоминает так называемые, как у нас говорят, качкарники. То есть пока проедешь, потрясет это серьезно. Работу надо продолжать. Все строители понимают, что работа на зимнике не прекращается никогда. В этом сезоне протяженность ледовой трассы заметно сократилась с 85 до 70 километров. В эксплуатацию временно ввели один из отрезков круглогодичной дороги на Ринмар-Усинск. И хотя официально четвертый участок в эксплуатацию еще не сдан, то есть он не достроен на время зимы, дорожники решили его использовать. Это 15 километров будущей автотрассы на Ринмар-Усинск. Вообще автозимник условно поделен на два участка. Первый отрезок он начинается сразу после отсыпки, обустраивает компания «Строй-Универсал». За второй участок от 55 километра со стороны столицы Заполярье отвечает Усинская ДРСУ. Субподрядчики в основном будут работать на своей технике. Задача же местных дорожников – не только контролировать ход строительства и содержание автозимника, но и принимать в этом непосредственное участие. Несмотря на то, что местный автозимник готов на 100% жителей региона, сейчас заботит другой вопрос, когда откроется переправа в районе села Устюса. Ведь попасть на большую землю можно только через нее. Представители подрядной компании говорят, прогноз неблагоприятный. Из-за оттепели, которая долгое время стояла в республике Коми, река не покрывается льдом. До сих пор не закрыта майна, не закрыт весь участок реки Печора. То есть он в данный момент просто не до конца замерз. Силу оттепелей. Поэтому сейчас происходит непосредственно намораживание, продолжение. И планируем в скором времени открытие данной переправы. Предварительная дата открытия участка – 10 января. Впрочем, все зависит от погодных условий. Будут морозы, будет переправа. Дорожники тем временем предупреждают автолюбителей. Раньше времени лучше не рисковать, иначе можно остаться без машины. Что касается автозимника на Ринмар-Усинск, то на 35-м километре трассы уже функционирует основной дорожно-ремонтный пункт. В так называемом ДРП, в принципе, все необходимое для комфортного проживания. Баня, столовая, теплый туалет, ну и, конечно, комнаты. Дорожники говорят, если водитель оказался в беде, например, у него на зимнике сломался автомобиль, он сможет здесь находиться какое-то время и дождаться помощи. В частности, выйти на связь с родными через социальные сети. На территории ДРП работает интернет. Воспользоваться им сможет абсолютно каждый. В ближайшее время вдоль временной трассы должна появиться и постоянная радиосвязь с общедоступной и бесплатной частотой. Если, к примеру, на переметенной дороге застрял дальнобойщик, он сможет об этом сообщить трактористам. Тот, кто ближе к водителю, попавшему в беду, и отправится на помощь. Олег Хатанзейский, Игорь Тарасевич, Телеканал Север.